всем привет с вами ван долей и я тут раскопал очень интересную билдату вырезню в общем контент metro last light который вырезали из игры и касается он любовной линии они и артема вот смотрите metro last light кажется простой игрой даже в чем-то карикатурной вот злые коммунисты они злые потому что злые вот красавица дочка мильника которая только что него что не ставил артема а вот уже сама бросается к нему в объятья как говорил бурбон сценарий простой как сатиновые трусы но работает вот только если начать копаться в игровых ресурсах в билдах в игровых ресурсах билдов то окажется что игра не так проста и некоторые идеи просто были подрезаны а без жирных намеков самому догадаться что и где имели ввиду разработчики почти что невозможно и в этом ролике я расскажу вам что вырезали из любовной линии они и артема и почему же эти двое полюбили друг друга что мы видим в игре на первый взгляд все просто главный герой гигачат артем который сначала раздавал люлей все первое метро а после раздает весь last light артемку принимают в орден где мы знакомимся с аней которая ни во что не ставит главного героя постоянно троллит его и называет кроликом впрочем артем воспринимает это скорее как вызов и во время следующей встречи героев действительно ведет себя как настоящий кролик что весьма кстати ведь сама аня резко переменилась и теперь бросается в объятия главного героя почему но во первых потому что артем главгерой и он тупо заслуживает принцессу во вторых аня сама говорит что ей очень страшно завтра конец света и вообще ее только что лесницкий чуть не убил если так подумать то артем воспользовался тем что бедная девушка напугана до чертиков да он красной линии спасибо сказать должен но так что же это все и ответ нет любовная линия героев была упрощена но к счастью в игровых субтитрах остались в том числе сабы от репликс раннего этапа разработки которые просто вырезали а субтитры остались в первой миссии в релизе нас будет хан затем мы отправляемся к оружейнику снова встречаем хана и только тогда ознакомимся с аней изначально же мы сперва шли к мельнику а уже после вместе с аней направлялись в оружейную и уани происходил разговор с оружейником о привет аня ты получила от меня записку получила да ты меня интересуешь но только как оружейник вас понял где мое барахло готова все там в комнате добро ладно кролик жду на платформе на задании сне да их везет же некоторым конечно сдался я ей тыловая крыса дочка самого мельника правда это она недавно такая вредная стала а так влюблена даже было всегда я была вредная а будешь сплетничать язык вырву молчу молчу ладно парень выбирай у нас тут большой ассортимент но все считает упакован да ты это береги ее там на поверхности хорошо и так оружейник раскрывает нам что аня такая злая потому что раньше у нее был велосипед ну то есть потому что раньше она была в кого-то влюблена а теперь очевидно нет и в субтитрах из билда эти реплики имеют еще более конкретный вид конечно сдался ей я ты головая крыса дочка самого мельника гордая зараза говорят она только в одного человека была влюблена эй чучендра язык отрежу кто же был этот загадочный человек узнаем потом а пока переключимся на артема который тоже имеет свою второстепенную сюжетную линию он скучает по своей матери и черные помогают ее вспомнить сперва когда артем был ребенком а потом маленький черный помог вспомнить как другой черный помог вспомнить маму артема и уже в этом ролике можно заметить сходство между матерью артема и они вернемся к ней во время вылазки в ботанический сад они несколько раз должна была вспоминать хантера но большинство таких реплик просто вырезали в релиз попал рассказ о том что они пыталась искать хантера ну вот в дн х родные места знаешь мне ведь тоже тогда чуть не накрыла искала хантера до последнего отец конечно не знал эта реплика должна была звучать в миссии пепелище но ее вырезали и вернули на заставке dlc анна причем для dlc сперва также был написан свой текст заставки наконец-то я смогу отомстить за хантера убью хотя бы одну из этих тварей и не просто одну а последнюю под корень как сам хантер учил утру но с этому салаги артему тоже мне герой но наводил он ракеты на логово черных подумаешь зато точку в этом деле поставлю я но вернемся ко второй миссии из которой была вырезана еще одна реплика а после обстрела стало ясно если он и был тут теперь никаких шансов почему эта тварь выжила почему не хантер эта реплика и так не особо несет изначальный смысл а в релизе ей вовсе нет зато в билдах слова они были куда яснее это несправедливо не честно что они сломали жизнь мне а уничтожили их ты эти твари убили хантера убили его понимаешь его больше нет столько времени прошло а я все еще скучаю по нему нет больше таких людей таких настоящих людей другие реплики о хантере артём я знаю хантера не вернуть все что мы можем сделать отомстить за него понимаешь не вижу тебя артём чтобы не случилось помни о хантере они убили его артём мы должны отомстить если игрок будет тупить и не наденет респиратор а не скажет хантер учил меня своих не бросать после расставания с аней артём уже начинает задумываться о ней в главе павел можно найти заметку с вот такими словами она грубиянка и пацанка и я ей кажется совсем не нравлюсь но я беспокоюсь за нее а вот в билдах строчка была другая она грубиянка и пацанка и я ей кажется совсем не нравлюсь ведь я совсем не похож на хантера но я беспокоюсь за нее после встречи артема и а не в церкви нам дается еще более жирный намек хантер не случайно тебя выбрал просто он сразу понял а я не сразу хантер для меня был ай ладно что я тут если вы все еще не догадались в чем тут дело то на уровне карантин вырезанных репликах непосредственно перед сценой со знаменитым названием аня снова вспоминала хантера знаешь отец всегда обращался со мной как с обычным бойцом а хантер старался беречь отец думал что не имеет права беречь меня и жертвовать другими он же командир я никогда не чувствовала страха знала все в моих руках а сейчас сидим ждем приговора а ведь он уже вынесен никогда не чувствовал себя такой беспомощной меня это и бесит и и понимаешь я впервые по-настоящему поняла что однажды умру может быть завтра и уже после шли реплики которые мы слышим в игре то есть у артема и они есть кое-что общее их обоих сильно впечатлил хантер и они оба старались брать с него пример но аня вдобавок к этому еще и влюбилась в хантера после того как он погиб это стало для нее настоящей трагедией во время события метро 2033 она тайно пыталась найти хантера в ботаническом саду и пока артем лез на башню где-то там бродила убитая горем аня которая как она сама говорит еле успела уйти от ракет по словам оружейника именно после гибели хантера аня стала такой злой а на артеме она срывалась еще сильнее ведь он как написали сами разработчики на билдовском экране загрузки никакой не супергерой а молодой и неопытный герой которого только что взяли в орден и для они он сопляк полная противоположность хантера однако в бою аня начинает понимать из какого теста сделан артем а после и начинает видеть в нем хантера перенеся свои чувства к нему на артема которые в одной из концовок вспоминает перед смертью лицо матери и теперь мы окончательно видим сходство между ней и аней чем и можно объяснить уже чувства артема по отношению к они любовная линия персонажей в таком аспекте кажется просто потрясающей потому что они оба потеряли самых близких людей артем свою мать аня свою любовь хантера который одновременно с этим воплощал для нее и атический образ и вот аня и артем смогли преодолеть горечь утраты найдя счастье друг в друге в таком свете плохая концовка кажется еще более трагичной ведь в ней аня потеряла уже второго возлюбленного подряд еще по ранней идее у персонажей должен был родиться ребенок при лизе рождение ребенка происходит только в плохой концовке если артем погибает а вот по раннему варианту в полисе маленький черный говорил артему ваши дети появляются не так как у нас у вас они появляются изнутри у той что любит тебя внутри маленький человек то есть черный сообщал артему что аня беременна что можно воспринимать как дополнительный стимул к спасению метро и d6 ведь артем борется за мир для своего ребенка тут же можно увидеть при плетении с темой ребенка черного который этого мира как раз лишился и не только маленький черный хочет найти своих но также аня и артем пытается обрести в ком-то потерянных людей кстати эта реплика черного называется dark one ginecologist для последней миссии было написано три текста монолог на загрузочном экране и две заметки артема первый текст был сокращен а второй полностью заменили вот как звучат их ранние варианты он ушел он сделал что мог и ушел к своим я не могу его за это судить остатки человечества добивают друг друга в последней схватке это не его война я надеюсь он сумел простить нас меня за то что мы сделали с его братьями и сестрами с его матерью и отцом но перед тем как он ушел я переспросил его он снова повторил это я не понял и приспросил снова аня я у нас будет ребенок она еще об этом даже не знает не знаю что думать нет хуже времени чтобы родить и растить малыша мне страшно за него за нас но мне становится гораздо страшнее когда я думаю что он никогда не родится я уже пытаюсь представить он похож на меня или на аню а он пока всего лишь крохотная звездочка внутри неё звездочка которая может погаснуть в любой момент я должен сделать все чтобы он смог прожить настоящую жизнь не такую как я как все мы даже если я не погибну сегодня даже если я проживу еще 20 30 лет возможно я все равно так никогда и не смогу вернуться на поверхность но он сможет мы должны остановить корбута помешать ему добраться до до 6 любой ценой процессе разработки беременности они решили убрать в хорошей концовке и соответственно в исходе никакого ребенка у наших героев нет зато аня здесь стала совсем милой без капли яда или злой иронии и теперь такая перемена образа кажется логичной потому что она окончательно отпустила хантера а вместе с этим и свою злость короче опять разработчики вырезали из игры все самое лучшее никогда такого не было и вот опять и важное дополнение возможно вы в курсе что книга метро 2035 по воле автора нафиг ломает уже сложившийся образ мира метро я уже затрагивал эту тему ранее так вот метро 2035 в том числе отношения артема и они превращаются в полнейшую чернуху и несмотря на то что метро 2035 и метро исход не уживаются в одном мире потому что они банально описывают разные события разработчики зачем-то все равно попытались подбить образы героев игры по то что мы видим в книге а именно в дневнике артем пишет что аня полюбила его совсем не за то что он герой то есть слова они после битвы с креветкой уже видимо не в счет и что вообще ей подавай нормального мужика обычного такого как все короче внезапно аня требует кролика и эти строчки появляются в игре именно как попытка увязать ее с книгой в общем мы можем сделать вид что образа не в метро исход это логичное продолжение ее образа из вас твайта но на самом деле это не так и образа не отсылает к образу из книги которые свою очередь как раз таки противоречит персонажу из вас твайта наконец оружейник тайно влюбленный ваню напоминает ттэшника который также испытывает к ней чувство интересное получается параллель и может быть такая идея статышником и правда является переосмысленной идеей из вас твайта ну а может это просто совпадение и на этом сегодняшний ролик подошел концу если вам было интересно то обязательно посмотрите мои предыдущие ролики по вырезанному контенту и билдом серии метро а также можете поддержать канал комментарием и донатом спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах и и и и и